Извиняюсь за техническую задержку, что это была проблема с прямым эфиром, никак не могла его начать в инстаграме, поэтому иншаллах мы начнем и продолжим с вами уже с третьей главы, так как мы начинали с вами ранее, напоминаю, что мы с вами берем книжку «Уникальное пособие для требующих знаний» и иншаллах, читая книгу, обсуждая ее, возьмем много полезного, так как требование знаний — это часть жизни каждого мусульманина, и посмотрим вот с третьей главы. Третья глава у нас — это старание и усердие, чего очень часто не хватает, или, наоборот, избытки на старание и усердие. Здесь мы рассмотрим несколько тем, да, благородные дела, связанные с большим трудом и старанием, знание и телесный покой несовместимы, предостережение от появления слабости и лени, предостережение от пустых мечтаний, бодрствование в поисках знания, кто еще тут найдет, и предостережение от отчаяния, плюс примеры проявления усердия предшественниками. Да, это те темы, которые мы с вами рассмотрим в этой главе. Небольшое такое вступление здесь. Терпи и познай душа о родении, и за знанием смело идя, будь готов пройти сквозь огонь и сквозь воду. То есть такое, ну, как бы намек, да, можно сказать, что знание — это не всегда то, что можно достичь, просто никак не стараясь, ничего не теряя, хотя бы в том, что для того, чтобы получить знание, да, нужно уделять время, нужно какое-то старание, как делать, например, вставать, тогда, когда кто-то еще спит, или ложиться, когда все уже спят, или когда люди беспечно, например, отдыхают, а ты уделяешь время благим знаниям, да, то есть для этого нужно порой, как здесь описано, и сквозь огонь, и сквозь воду, да, то есть сквозь какие-то трудности проходить, то есть через свой такой навс, переступать желание, например, каких-то легких путей. Человек, обладающий умом, находит отдых в усердии, а для невежды обычным делом является его нерадение. То есть человек часто мы можем услышать, когда говорят, ой, зачем тебе это, сколько там, ну, для тех, кто посвящает себя благим знаниям, да, то есть могут обесценивать вот этот путь, желание усердно стараться получать благие знания. Имама Шефи и двух, в двух своих общеизвестных байтах, да, которые сказали, упомянул старания в числе шести качеств, необходимых к или в учебе. То есть для того, чтобы достичь чего-то в учебе, ну, нужно старание. То есть те, кто говорит, эй, ничего там не делал, и все. Да, это могут какие-то минутные победы, минутные какие-то достижения быть. Да, то есть бывает так, что человек говорит, я ничего не учил, а вот на экзамене там сдал. Ну, да, это говорит о том, что тебе просто как бы было, ну, те вопросы, которые попались, да, допустим, ты там случайно, может быть, просто поставил там, что-то написал и угадал или еще что-то, но от этого твои знания как бы не стали ни больше, ни меньше, да, они стали такими, которые ты получил. Поэтому какой-то результат или экзамен, он может быть важным, но мы должны понимать, что только, ну, истины знаний, которые остались у тебя, да, они, ну, являются результатом твоего усердия, да, потому что иногда люди, ну, на какой-то результат только оценочный равняются, при этом не обращая внимания на истинные знания. Первое, что здесь в этом разделе, это благородные дела, связанные с большим трудом и старанием, да, скажи тому, кто хочет совершать благие дела, ведь безусердие – это всего неисполнимая мечта, да. В хадисе говорится, рай окружен тем, что ненавистно, да, что имеется в виду, что ненавистно, то есть какие-то то, чтобы достичь результата, да, достичь рая, это не значит, что, ну, как бы, это трудности какие-то, да, например, человек лучше будет лежать просто, допустим, на диване, ничего не делать, чем встать на молитву, для этого нужно все равно старание, для этого нужно встать, для этого нужно сделать омовение, для этого нужно знать, как минимум, как это омовение делать, как молиться, то есть для этого нужно что-то делать, А ничего не делать, ну, ничего не делая, вот, как бы, такой легкий путь в ад. Да, как минимум это. То есть для того, чтобы достичь рая, нужно делать какое-то усердие. То есть ты не знаешь, что там что-то плохое ты делаешь. Это означает то, что тебе нужно усердие. А человек он склонен к тому, чтобы жить беспечно, жить там только легко, ничего не делая. Да, и, соответственно, за это ну, это не является таким путем, который приведет в рай. При этом тоже такой момент, что не обязательно, что это обязательно через страдания да, то есть некоторые понимают, что я вот чем больше буду страдать, тем, значит, мне больше награда. Нет. То есть человек просто, когда он понимает, да, он знает та же молитва, если мы возьмем, да, то есть он знает качество, ласфаты, да, он понимает, да, То есть кто Господь, которому поклоняется, он начинает это делать легко, в удовольствие, да. То есть просто знание после того, как, ну, какой-то первый толчок человек начинает делать, возможно, с трудностями, Потом знания ему помогают получать удовольствие, уже выполняя, например, те поклонения или даже получение самих знаний. То есть бывают именно первые какие-то моменты или заставить себя, например, начать что-то благое делать, в этом сложности, когда шейтан начинает научать, что не надо или еще зачем, ближе отдохни. То есть первый момент. И потом уже, когда человек находится в окружении благом, когда его окружают добрые наставники, друзья, он получает благие знания, ему уже легче. То есть это уже, можно сказать, не так ненавистно. Но первый момент, конечно, да. Но в любом случае вот этот джавит, он остается на протяжении всего времени. То есть нельзя сказать, что уже как бы расслабиться, потому что шейтан, он как бы в любой момент может человека, например, научить сказать, ну ты уже сильно умный или еще что-то такого плана. Да, то есть какой-то, чтобы человек возгордился, например. Умарда будет доволен им. Аллах сказал, покой для настоящего мужчины превращается в беспечность. Да, то есть когда мужчина такой уже умиротворенный, успокойный, в том плане, что он уже понял, что ему вроде как все хорошо и ничего не нужно, и он ни к чему не стремится, он превращается в беспечность, да. То есть как бы уже такое, он не видит каких-то важных вещей, и все ему кажется, там, ну такие бабочки летают. Если благородные дела даются только с величайшим трудом, то знание занимает среди них наивысшую ступень и самое возвышенное положение. Ведь оно наследие пророков. Да, то есть знание, несмотря, вот многие пренебрегают, да, то есть знание в том плане, что часто, ну что там знание, да, вот там, не знаю, вагоны разгружать, вот это вот да. А знание, оно как бы пренебрегается, да, то есть как будто оно, ну, как вроде не физически, не трудно, да, то есть здесь иногда сами мы можем пренебрегать этим знанием. Тут, ну, тут помимо самого, ну, вот очень трудно понять, да, вот если мы делаем какую-то такую физическую, допустим, работу, ну, допустим, там, разгрузил вагоны, да, вот там, вот тебе вагон, 10 мешков разгрыть. То есть мы видим сразу там результат как бы быстро, да, то есть, да, нужна сила, усилие, это тоже, ну, как бы ты берешь эту всю силу, направляешь единоразово на вот это действие и заканчиваешь. То есть знание так не получается, то есть мы не видим вот такого, да, то есть человек вот что-то получает, знание, он там и читает, время на это тратит, он усилие, да, например, находит какие-то моменты, когда все беспечно там чем-то занимаются, да, он выделяет это, ему нужно уединяться, то есть он уже как бы такой немножко стает, можно сказать, как отшельником, да, в общей массе людей. И, по сути, его плоды человек, ну, не может, да, предоставить, вот я там такой-такой. И даже если мы будем говорить о каких-то результатах в виде там каких-то оценок или еще что-то, если это все условно, да, то есть не везде там оценивают. И это может влиять вот на поведение человека, на его образ жизни, да, и это не сразу видно. Поэтому знания часто могут пренебрегаться, особенно на первых этапах, пока не видно какие-то плоды. И в этом тоже является такая сложность, да, то есть в этом тоже знание. Мы знаем, что все пророки, они претерпевали какие-то, ну, унижения, может, да, когда их даже свои народы не принимали, да, с них там смеялись или еще. И только когда уже, ну, круг их последователей стоял, оставал или уже влияние более сильное, да, тогда уже, ну, могли более серьезно к ним относиться. То есть вот это, ну, как бы, знание также, да, на человека может сразу вот не влиять, и сложно его оценить, да. Ибн Аль-Джаузи сказал, я заметил нечто удивительное. Любая ценная вещь очень серьезна, и для ее приобретения необходимо потратить много времени и вложить много труда, да, то есть много труда и времени нужно вложить для того, чтобы получить знания, да, и, ну, как бы, какие-то такие существенные. И поскольку знание является наиблагороднейшим делом, то оно приобретается только трудом, бодрствованием, многократным повторением, отрешением от удовольствия и покоя, да, то есть то, что я вам говорила. То есть это не просто какое-то так дело сделал, да, гуляй, делай, сделал дело, гуляй смело. Тут как бы это дело очень условное в том плане, что оно, как океан, не имеет того конца, как какое-то дело, которое мы можем завершить. Да, то есть мы можем просто ставить какие-то более такие мелкие цели для достижения, например, какой-то курс, да, сейчас там пройду какой-то курс, знания из этого курса максимально там закреплю. То есть это можно сделать, да, как бы, вот, ну, такие условные такие достижения. Ну, по сути, да, вот, как говорится, чем больше ты знаешь, тем больше ты понимаешь, что ничего не знаешь. Это на самом деле так. Вот, вот, очень интересно, да, потому что, когда человек, вот, знает какую-то марию, ну, допустим, там, ну, не очень такой образованный, ему кажется, что вот, ну, вот, он как бы не понимает, где дальше, то есть вот границы этого эльма, он не понимает даже, он не осознает, где это, ну, что там, ну, никакого там знания, что там знать. Когда человек немножко начинает изучать, он уже понимает вот какие-то точки, что он, ну, тут не знает, да, начинает сталкиваться с людьми более знающими. Когда он уже еще дальше продвигается, он понимает уже глубину этих знаний, он уже видит, что оказывается не только вот те какие-то, ну, такие вершины айсберга, а есть еще вот то, что под водой спрятано, и ему встает что-то интересное, то есть может быть, например, какие-то, ну, как алинь, какой-то уже специализация, например, что-то кому-то там все более интересное, он начинает туда углубляться, кому-то там таджевит, например, или туда, кому-то там хадисы, кого-то всего там по чуть-чуть, да, и тогда вот человек, так вот, чем дальше открывается вот глубина этого знания. Когда человек, он, ну, так, ограничен, у него ничего, этих знаний нет, ему кажется, ну, что там, какие там знания, ну, как бы он может даже обесценивать это. Вот. Один из факихов сказал, я много лет хотел попробовать харису, но не мог, поскольку ее продавали в то время, когда я слушал урок. То есть такой интересный, да, то есть человек мечтал там послушать харису, ой, попробовать харису, это как, ну, такой, ну, как сказать, типа кетчупа, ну, такого, что можно покушать, да, и не мог. То есть такое, вроде бы, ну, наслаждение, то есть то, что ему хотелось, он не сделал, потому что у него было более важное дело. Сколько из нас может похвастаться, да, что он там буквально что-то, не знаю, чем-то себя ущемил, вот, ради того, чтобы получить знания, да. Сейчас, аль-хамдул-ля, даже не нужно отказываться от той же харисы, да, можно поставить наушник, подключиться к интернету и одновременно и кушать харису, и слушать урок, и даже делать, ну, такое, казалось бы, особо даже, ну, отказываться от чего-то часто и не приходится. И, тем не менее, многие жалуются на то, что, там, какие-то сложности пренебрегают той милостью, которая дается, да, несерьезно как-то относятся и так далее. То есть мы на самом деле часто не понимаем вот глубины, не понимаем глубины тех знаний или тех возможностей даже скорее, которые мы имеем сейчас. Да, то есть мы не понимаем вот те возможности, которые мы имеем сейчас. То есть, ну, да, в древние времена, так сказать, даже в голову не могу, да, предположить, что можно одновременно сидеть дома, пить чай, да, и, там, слушать урок, получать знания, да. То есть явно уже вот эти рамки, даже старания, они стерлись, да, то есть какого-то отказа от чего-либо, да, потому что можно, в принципе, особо ничего не отказываться, просто немножко там поднапрячься и получать знания. Конечно, чем больше человек вот все-таки проявляет вот это усердие и джога, да, тем больше его будет результат получения знаний. Второе — это знания и телесный покой несовместимых. Да, опять же, вот если мы говорим опять о сегодняшнем времени, да, то есть это максимально комфортно, насколько это можно быть. Хотя, если человек хочет уже углубиться действительно в такие глубокие знания, пойти вот как бы серьезно учиться, то мы можем тоже сказать, что телесный покой несовместим, да, и человек может просто, чем больше он это будет как бы проявлять, тем более результативны будут его знания. Ты хочешь совершать великие дела ценою малой, но не испробуешь ты меда сотов, не отведав жало. Да, то есть меда, чтобы изведать, нужно добраться до него, да, там на страже у нас есть пчелы, которые могут укусить, да, то есть какие-то сложности для того, чтобы добраться до вот этого меда, да, потому что они, что там, сколько труда его, да, то есть им тоже отдать его. Они на это потратили, там, часы, дни, не собирая его. В сборнике «Сахейх Муслим» передается со слов «Яхи ибн Абука Сира» Знания и телесный покой несовместимы, да, часто люди говорят, я хочу там и то, и то. Мы можем это максимально, максимально улучшить, максимально комфортно сделать, да, для, то есть уже вот имея, как я уже говорила, такие возможности, как интернет, ну, по сути, сделать это максимально доступно, да, то есть почему? Потому что мы можем, ну, как бы посещать уроки в удобное нам время, да, то есть не так, не тогда, когда, ну, то есть выбрать, например, то время, которое нам удобно, какой-то урок в это время, или прослушивать запись, например, можно, да, еще что-то. То есть, по сути, сейчас, ну, такое прям для учебы прямо время, ну, очень комфортное, да, при этом также многие пренебрегают им. Любопытная причина, по которой Муслим приводит эти слова, в своем сахейхе. Имам Ан-Науи сказал об этом. Обыкновением достойнейших людей, то есть ученых, стало задавать вопрос о том, почему Муслим включил сюда эти слова, сказанное Яхи, тогда, как в этой книге он упоминает только хадисы пророка, саллаху алиху салям, да, то есть он, мы здесь видим, что передается со слова Яхи, букасир, а сборник Муслим, да, сахи, Муслим, по сути, передает хадисы, да, и здесь он упомянул вот эти слова. Эти слова даже не имеют отношения к содержанию хадисов по строках молитвы, то есть он там в этом разделе, да, то есть он даже к этому не имеет отношения. Так почему же он упоминает их среди них, то есть задается таким вопросом, да, и передает со слов некоторых имамов, что Кади и Яд, да, смелости виться над ним, Всевышний Аллах сказал, причина в том, что Муслиму, да, смелости виться над ним, Всевышний Аллах понравилось, великолепное изложение методов определения срока молитв, упоминаемых в хадисе Абдулла и Амра, а также большое количество полезных выводов, которые можно сделать из этого, краткое изложение целей, сведений, на основе которых можно вывести решение по религиозно-правовым вопросам, да, то есть такой как бы свод каких-то правил, такой, можно сказать, короткий в этих словах были, да, которые ему, ну, очень понравились, и, по сути, вот он захотел их внести в свою книгу, чтобы и другие получили пользу от него, и мы не знаем никакого другого, кто бы наряду с ним передал подобное, да, то есть он увидел в этом благо, для других. И увидел это, муслим пожелал пробудить интерес к знанию у того, кто хочет достигнуть той ступени, благодаря которой он мог бы приобрести подобное знание. И словами Яхей сказал, для этого необходимо много заниматься, не жалеть себя и свое тело, и заботиться лишь о приобретении знаний. Да, то есть он хотел, как бы, подвести итог и нашел вот слова, да, которые максимально бы передавали вот этот смысл. Поэтому и внес их, ну, как бы это так объясняю, да, внес их в свой, в свою книгу. Предостережение от проявления слабости и лени, да, недавно тоже там спрашивала сестер о том, как они борются с ленью, да, и разные были ответы, кто не борется, кто как, да, у кого когда наступает лень. Величие для тех, кто рук не покладает тому, что ленится, той славы не видать. Трудись, и вскоре ты найдешь все то, что только пожелаешь. Искатели знания, ты должен проявить усердие, и это придаст тебе величие. Откажись от лени, страхнув ее, как пыль, избавься от слабости, скинув ее с себя, как одежду. Слабость и лень — это два препятствия, в которых посланник Аллаха, саллаллаху, али-гасалям, так часто прибегал к Аллаху, хвала им. В отличие от ленивого человека, который тяготится и проявляется нерадение в том, что его следовало бы выполнять, имея на то, возможно, слабого можно оправдать тем, что он не в силах это сделать. И тут очень такой нюанс важный, что, да, здесь тоже вот как бы упоминается, что проявляет нерадение, да, как бы нежелание что-то. По сути, ну, лень, что такое лень? Это когда вы не хотите что-то делать, то есть вы ленитесь. Лень сама по себе, вот как бы, ну, ее описываем мы, когда, да, вот я ленюсь что-то делать. Это потому что у вас нету, как правило, какого-то сильного желания. То есть если бы вам какая-то такая мотивация поступила сделать это дело, ну, которое для вас было бы важно, да, или вы ее принимали как, ну, как бы близко к сердцу, да, как важно, вот этих бы отговорок по поводу лени не было бы, да. Потому если человек говорит, да, я ленюсь там учиться, например. Просто он, да, вот знание там это полезно, но я ленюсь. Просто он на самом деле не понимает или для него это не имеет такой ценности, вот те блага знаний, сами знания, да, и то, что, возможно, он говорит, просто это как бы, ну, отдельные слова без особого смысла, да, потому что мотивация и есть то, что человек, ну, как бы, как бы бороться с ленью, да. То есть если у человека, например, он не встает, допустим, в 5 часов, ему сложно вставать. Но как только он куда-то едет, ему нужно, там, успеть на поезд, например, на 6, то он хоть и с трудностями какими-то, возможно, да, так как не привык, но он даже не подумает о том, чтобы не встать, допустим, в тех же 5 часов, потому что у него там поезд, допустим, на 6. То есть у него есть как бы конкретная мотивация, что мне нужно это сделать. И каких-то там отговорок, ой, я не хочу, понесите меня там на руках или еще что-то, или я вообще, пускай этот поезд ко мне подъезжает сам. То есть у него даже не возникает, потому что он, как бы, у него есть конкретная цель, да, успеть вот на этот поезд. При этом, например, можно, ну, там, молитва, например, да, есть утренняя, и человек, ну, я еще там посплю, то есть он, он же, если бы это был, допустим, поезд, да, он бы встал, ну, как пример, да, а вот здесь он уже начинает лениться, то есть он не понимает, вот у него какая-то нету вот этой ценности, не понимает, да, и для того, чтобы действительно это подействовало, да, он должен понять для чего, почему, то есть поставить себе эту мотивацию, такой вот, то есть, возможно, те доводы, которые он знает, он их не прочувствовал или ему не донесли смысл их, и поэтому вот так небрежно к этому относятся. Так и к требованию знаний, да, если человек, он не понимает вообще смысл, зачем, почему, то есть ему, он не хочет ничего там учить, потому, ну, то есть какие-то отговорки или там просто лень говорить, то есть, по сути, у него нету мотивации, нету желания что-то менять, да, это не то, что лень, просто берут и как лень, как какой-то отдельный, ну, как бы, как вирус, да, то есть это просто вот если человек, как я говорю, если бы ему там сказали, я тебе дам в день миллион, не знаю, там, долларов, чтобы ты там открыл книжку, то лень бы сразу пропала, да, то есть уже бы была такая какая-то конкретная мотивация или еще что-то, да, то есть что-то, что человеку конкретно важно и там вот ему бы хотелось такая вот, поэтому каждый может себе эту мотивацию посмотреть, проверить, да, почему он, например, не смотивирован учиться, да, то есть там награда вот Аллах спонатали, его как-то не мотивирует, да, или он ее вообще не знает, или наказание там за какие-то грехи тоже, то есть просто человек, как бы, несерьезно относится к этому, да, он это, ну, по сути, как бы так сомневается в каких-то таких моментах, и поэтому это не является для него мотивацией. Ты можешь видеть, как лень способна обуять талантливым и выдающимся человеком и кладить его пыл, погубить его талант, погасить свет его разума и парализовать его силу, да, то есть человек так лениться, ему ничего уже не интересно, не хочется, хотя у него есть способности. Альфа-Руадо с милостивица над ним Аллах сказал, «Я никого не жалею так, как этих двух людей, человека, стремлящегося к знанию, не имея на то способностей, и человека, обладающего способностями к знанию, но не ищущего его. Я удивляюсь тому, кто имеет возможность учиться, но не учится». Да, то есть человек, который вот очень хочет учиться, а у него нету таких способностей. И вот, да, бывают вот ученики такие, приходят, вот очень хочется. Но на самом деле, да, им просто очень сложно, и поэтому, возможно, жалеет их, да, потому что им сложно, и хочется им очень помочь. Но вот это желание, на самом деле, да, оно может дать больше результат, когда человек, ну, такие средние возможности или не очень, но он старается, он много времени, и у него этот результат может быть, ну, в конце концов, какой-то там, допустим, ну, скажем, условно, какой-то предмет вот хорошо овладеет. Да, для этого ему надо будет, например, год или, там, пять лет. А человек, которого есть способности, он может этим знанием овладеть за год, но он, по сути, ничего не делает. Поэтому через пять лет старающийся человек достигает вот этих знаний, а который мог это сделать за год, он просто ничего не делает, он остается, ну, как бы в нуле, там, где был. Поэтому старание, оно все равно, вот, дает больше плоды, да, даже если человек не имеет, там, сильных способностей. Да, пишут, когда социальность неосязаема, тяжелее себя заставить. Ну, да, ну, это уже труднее бывает, да. Я удивляюсь тому, кто имеет возможность учиться, но не учится. Это вот в сегодняшнее время прямо в точку, да, потому что, имея возможность учиться, в принципе, хоть как-то имеет, ну, наверное, 90% взрослого населения, да, точно, если не 100%, может учиться, ну, хотя бы в каком-то объеме. Я не говорю, что каждый может там посвящать по 10 часов, но хотя бы полчаса в день, ну, как бы самый занятый человек он может посвящить себя, да, там, знанию, там, чтению Корана, изучению каких-то шариатских знаний, получению шариатских знаний. Да, то есть, ну, в эпоху интернета, да, можно себе найти, он, я считаю, ну, хотя бы вот минимальный какой-то такой, минимальный глоток знаний. Аль-Мутенадби сказал, «Конечно, в человеке много недостатков, но худшего не видел я, чем на небрежность, что проявляют люди, способные все выполнить сполна». Да, то есть, если ты видишь, что не имеешь желания приобретать знания, не проявляешь усердия, чтобы постигнуть смысл и суть этих знаний, то знай, что ты один из тех, кого презирает и отдаляет от себя Аллах, и тем, и кем обладевает, и кого обезоруживает шайта. Да, то есть, если человеку, у него нет такое желание, никакое усердие, то такой вот вывод. Аль-Хасан Аль-Басри, «Да смилостивиться над ним, сегодняшний Аллах сказал, если Аллах презирает своего раба, то отбивает у него охоту к знаниям». Вот это такое, как бы, изречение очень сильное, как по мне, да, то есть, если человек смотрит, у него нет желания к знаниям, не то, что у него там какие-то возможности, вот он хочет, а у него, ну, бывает разное, да, то есть, силу своей практики могу сказать, да, то есть, есть кто, ну, очень нагружается, ему потом сложно, а вот именно нету просто желания, да, вот, ну, зачем мне это, там, мне еще что-то, то есть, здесь нужно задуматься, да, то есть, исходя из этого, изречения, то есть, Аллах презирает своего раба, да, если Аллах презирает своего раба, то отбивает у него охоту к знаниям. Соответственно, да, если у кого нет охоты к знаниям, это может быть по причине того, что Аллах его презирает. И нужно здесь уже и менять что-то, изменять положение, да, если человек берет это как важно для него, да, для него важно, вот, каким рабом его считает Аллах, да, то есть, праведным, неправедным, значит, нужно что-то менять. И возьмем еще одно. Предостережение от пустых мечтаний. Мечтам, восплывав всю ночь, я радости и в счастье провожу, но ведь в мечты лишь капитал несостоятельных банкротов. Ну, здесь, конечно, имеется в виду от пустых мечтаний. То есть просто мечтать, так, без каких-то действий, это, ну, как бы глупо. Хотя, да, можно себе поставить как цели, там, запланировать, вот, это не говорится о том, что вообще, да, как бы у человека это нормально, что-то себе представлять, ну, по сути, можно сказать, мечтать. Но когда человек переходит полностью в мечтание, он, как бы, от реальности отбивается, и там он себе фантазирует, полностью живет в каких-то своих иллюзиях. Да, то есть это не приводит к успеху, если это не, как бы, не сопряжено с действиями реальными. Ибн Аль-Каим говорит о том, что разлагает душу человека, человека сказал. Второе, его выход в море мечтаний, море, у которого нет берегов, море, по которому плавают те, кто потерпел неудачу на пути к знанию. Говорят, мечты – капитал несостоятельных банкротов и их товар, а люди – преисполнены мечтаний надежды шайтана. Мечты – это недостижимые фантазии и напрасленно. Пустые мечты и несбыточные фантазии продолжают обманывать человека так же, как псы забавляются с добытой падалью. Мечты – это унизительный, ничтожный и жалкий товар в руках банкрота. Мечты не способны рожать пыл человека, чтобы постичь реалии окружающего его внешнего мира, а лишь подменяет их воображаемыми образами. Мечтатель создает для себя желаемый образ и воображает, что он уже достиг и наслаждается победой. Продолжая жить подобным образом, однажды он просыпается и обнаруживает, что остался у разбитого корыта. Посмотря на это изречение, как я уже сказала, нужно понимать, что есть какая-то грань. Когда мы говорим, первое было в очень хорошем начале, что это море, у которого нет берегов. И нужно понимать, что отправляясь в мечты, можно просто в открытое плавание, где нет берегов. Поэтому нужно осознавать, если человек что-то там себе мечтает, он должен себя видеть. как бы край этого. То есть это не должны быть вот эти вот такие летания в облаках вечные, да, и предел, что да, когда-то там что-то станется. То есть нужно не жить в этих вечных иллюзиях, а все-таки что-то делать, действовать. То есть одними мечтами дела не будут твориться. Так, будут в поисках знаний. Сообщается, что Абдулла бен Омар, да будет доволен имя Аллах обоими, сказал, однажды, уже в конце своей жизни, пророк, салулаху алейхи вассалям, совершил с нами вечернюю молитву, произнес в конце слова Аслима, поднялся и сказал, «Понимаете ли вы то, что…» Ага, ну вот здесь он сказал, «Ара этом…» «Поистине, понимаете ли вы, что это за ночь? Поистине, через сто лет после этой ночи не останется на земле ни одного из живущих на ней». Да, то есть, по сути, если мы подумаем, да, вот сейчас вот все мы там с вами общаемся, через сто лет, ну, в принципе, ну, скорее всего, да, никого из нас не будет уже, да, то есть, никого не будет, так и здесь. Аль-Бухари да смилостивится над ним, Аллах приводит этот хадис под заголовком «Бодрствование ночью в поисках знаний». Затем он приводит этот хадис под заголовком «Глава о бодрствовании ночью в поисках знаний религии и о благодати, неспосылаемой после вечерней молитвы». Одного из предшественников спросили, что могло бы достичь, что помогло тебе достичь знаний? Он ответил «Лампа и сидение до самого утра». Да, то есть, вот это вот, ну, такое посвящение себя, да, в те моменты, когда вот большинство спят или большинство ну, не занимается этим, да, человек, лампа и сидение до самого утра. То есть лампа, почему, как свет? У нас сейчас даже не нужно какой-то особой лампы, включил свет, там себе светильник, как бы, да, чтобы свет в каждом доме, как правило, он есть, да, поэтому другой на тот же вопрос ответил, путешествуя, бодрство вне ночи и пробуждение до зари, да, потому что раньше для того, чтобы получать знания, нужно было там из одного города в другой, чтобы какой-то хадис собрать, или если человек знал, что там есть какой-то шейх, например, в котором можно получить знания, да, люди путешествовали. Аль-Хатиб Аль-Багдади сказал, «Лучшая учеба – учеба по ночам». Многие предшественники поступали так, а некоторые из них начинали заниматься после вечерней молитвы и могли продолжать даже до тех пор, пока не услышат призыв на утреннюю молитву. То есть, как бы, имеется в виду такое тихое время, да, когда никто не мешал. И, быть может, самыми приятными и сладостными часами для искателя знания станут часы его уединения вместе со своей книгой «Чернинница, пером в тишине ночи», когда он сможет с интересом и терпеливо приобретать знания, надеясь на вознаграждение Всевышнего Аллаха. Он не торопится получить награду, увидеть ранние блестящие ослепительные результаты своей учебы, которые в итоге могут оказаться обманчивыми и быть простым чистолюбием, самообольщением, самодовольством и высокомерием по отношению к другим рабам Аллаха. Да, вот имеется в виду... То есть, это ранние блестящие ослепительные результаты, да, когда можно, ну, так бы, возгордиться, да, когда, вот, например, какое-то оценивание, кто-то лучше, кто-то хуже, да, и человек может, вот, по отношению к другим рабам, то есть себя, например, сравнить, что я вот лучше. То есть это еще, как бы, такое, ну, условное, да, плюс ситуации разные, да, как бы, бывают. Поэтому это все условно. В старину говорили, тщеславие губит. Ты все же, ты все, что желаешь успеть, постарайся исполнить во мраке ночи. Ведь ночь для того, кто умен и способен, проходит, как долгие дни. Да, то есть, часто тоже сестры говорят, вот, о том, что, альхамдулля, вот, учатся, у них дети, и только ночью, да, когда детей улаживают, могут там какое-то время уделить в тишине, открыв книгу, поучившись, да, выполняя там задания и так далее. То есть, как мы видим, это, или таким же способом поступали и ученые, да, когда в такой ночной тишине под лампой уединялись и получали знания. Да. Кто ищет, тот найдет. Если душа к делам великим устремилась, то все, что не встретит она на пути, все стерпит, все будет желанным, любимым, все трудности станут посильны, просты. То есть, если, если у вас есть вот эта вот, по сути, мотивация, да, стремление к чему-то, да, то есть, и результат будет. То есть, если человек мотивирован, у него, в принципе, лень тогда уходит часто, да, то есть, не надо то-то, то-то. То есть, и вот это, кто ищет, тот найдет, да, то есть, кто хочет, кто желает, кто делает это, да, он достигнет результата. Усердие и искренность, искатель знаний, усердие и искренность. Да, то есть, призыв к тому, что нужно усердно, искренне требовать знания. Ведь кто ищет усердно и искренне, тот найдет то, что искал. Если даже не все, то хоть бы часть этого. То есть, если все, что вы там себе на планировании получится, но часть точно, да, будет достигнута, достигнута без ниля, если это будет еще сопровождаться с с дуа. Вот многие пренебрегают этой силой дуа, да, тоже, даже иногда вот себя ловлю, то есть, что-то хочешь сделать, и, ну, так делаешь, просто на автомате. И не получается, вот что-то не получается. И когда просишь, вот Аллах, там, облегчи, да, какой-то момент, то вот получилось. Как правило, как правило, вот сразу приходит облегчение, или сразу приходит вот какая-то помощь, которую ты не ожидал. Да, вот бывает, даже вот на своем опыте, даже могу сказать, часто, ну, как ребенок, вот у меня грудной, и, ну, там, встаешь на молитву, хочется встать, а ребенок грудной хочет кушать, и вот не можешь встать. И так лежу, жду, ну, когда она уже там закончит свою трапезу, и, ну, лежу, себе жду. И как только я себе ловлю на мысли, вот, ну, это может быть бесконечно, да, то есть, вот время, нужно молитву вставать, и ребенка не хочется будить, потому что уже будет компризы, и вот начинаю просить Аллаху, чтобы вот она, как бы, отклеилась, и легла спокойно, или я ее там, и чтобы она не проснулась. И, как правило, вот, ну, очень редко, когда не получается, но, как правило, вот так происходит, что все, она на бочок, и дальше спит спокойно. Хотя до этого казалось бы, что нет никак. То есть мы просто часто тоже вот пренебрегаем, или даже вот к таким даже мелочам, да, то есть, чтобы облегчение, чтобы у нас было облегчение. Ассафорини сказал, кто привыкнет не спать, окажется, откажется от постели и подушки, будет путешествовать, отлучится от семьи и детей, тот найдет то, то, что искал, кто усердно ищет, тот найдет, а кто настойчиво стучит за дверь, тот в нее войдет. Да, то есть, если человек, как я уже вам говорила, пример усердного, но не очень, там, способного, может, ученика, он будет стучаться, он будет спрашивать, здесь мне скажите, здесь мне помогите, можно сюда, можно еще раз, если у него что-то не вышло, там с первого раза, он еще запишется на этот же курс повторения, то есть, у него не опустятся руки, у него не будет вот этой гордыни, у меня не получилось, меня сейчас осудят, что я не такой, я не умный, нет, он себе, у него есть, как бы, цель, довольство Аллаха, у него есть цель, получить эти знания, да, потому что они благие знания, он всякой ценой хочет их, как бы, достичь, для этого он понимает, что, возможно, у него нету таких способностей, как у других, но у него есть сильное желание, у него есть стремление, у него есть настойчивость, усердие, и благодаря этому, с помощью Аллаха, Субхану Аталя, он достигает тех результатов, которые, возможно, не достигают другие, кто, как бы, опирался только на свои способности, да, то есть, и когда что-то у него не получилось, он просто в силу своих, там, амбиций, или гордости, или еще что-то оставляет, да, то есть не готовьте, как бы, терпеть какие-то поражения, возможно, или трудности, вот. Ну, иншалу мы на этом сегодня с вами остановимся, продолжим на следующий раз, баракаллаху фейхунная халат, надеюсь, был вам урок полезным. Можете написать ваши, ассаляму алейкум, арахматуллахи, аударакат. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!